Включай Хунью Здоров, это Хунью Шов, в котором мы будем знакомить тебя с новыми именами в музыке И новыми работами уже известных артистов Тихо, тихо, возможно этот трек тебя уже захолебал Но многие его еще просто не слышали На клипе всего 300 тысяч просмотров Это Эйтин, темной шар В жизни, кстати, парня зовут Данила И мы, по-моему, узнали секрет его очень высокого голоса Конечно, есть претензии к речитативу, но в целом трек получился сносно Следующая новинка от Федука Туси на Руси Давай послушаем Судя по всему, трек посвящен открытию Керченского моста в Крым Ну или просто у Федука просрочен за грамм паспорт И он просто предлагает тусить в родных местах Дома так красиво, люблю тебя очень сильно И зачем лететь на край земли ближе, места родных Как нам кажется, клип на эту песню должен получиться каким-нибудь стакин Вот примерно такого мнения России все туристы, которые собираются приехать к нам на чемпионат мира Лизы Громова Перегрызут Сама Лиза говорит, что поет в песнях про свою жизнь, так что будь аккуратнее на ее концертах Плюнусь, плюнусь, плюнусь в себя Так будто между нами страсть Зонтик там тебе точно пригодится Да-да-да, это был беременный тверк от Лободы В ее новой песне Суперзвезда Токсикоз у всех проявляется по-разному У Светланы все происходит именно так Сучки Вот главное слово в современной отечественной музыке Даже есть такая примета, что если ты не ставил слово сучки, то автоматически становишься сучкой ты Да какая-то другая примета, я не знаю, но даже лобода поет про сучек Песенка с неплохим припевом вышла у Матранга Причем тут и клирики нет никаких вопросов Что? Судя по всему, с рихмами Матранга помогала певица Натали Новые музыкальные забывания от Фараона называются «На луне» Примерно с такой же дикцией разговаривают московские водители такси Особенно когда пытается забить адрес в своем навигаторе И еще немного про тех, кто оказался на луне Накануне участника и создателя группы «Грибы» Юрий Бардаш написал в своем фейсбуке пост о том, что его жена, певица Луна, изменила ему с музыкантом Александром Там много срача, скринов переписок, угроза от Юрия, типа «Встречу тебя, Саша, разобью лицо» В общем, бытовуха Все обычно, только вот на следующий день Юрий на Ютьюбе выложил песню, которая называется «Юрий злой» Так что, похоже, все это была какая-то продуманная пиар-акция Вот, кстати, сам трек Ну что, на этом все Первый выпуск получился исключительно русским Пиши в комментариях свои впечатления, ставь лайки и скидывай найденные тобой треки И не забывай подписываться, чтобы не пропустить наш новый выпуск Счастливо, пока!